Латвийский транзит Как вы, Инга, оцениваете состояние этой отрасли на сегодняшний день? Латвийский транзит 150 миллионов евро, если мы берем, ну, тонна где-то 15 евро, ну, это максимум, да, на тонну. Если мы так смотрим, ну, мы можем подсчитывать, сколько это, ну, не вошло в нашу экономику. Я считаю, и наши предприниматели в Венспилске и в Порт считают, что ситуация критическая, и нам надо думать, ну, как решать эту проблему, потому что, как уже вот говорили люди, эксперты, ну, просто завтра груза из Китая просто так не будет, да. А что будет завтра? Что мы будем делать нашими рабочими местами, да, в Венспилске и Порт? Там люди. А люди смотрят, люди читают, люди понимают. Они видят, что терминалы пустые, ну, если мы о угле говорим. Так что это уже не вопрос только предпринимателей, да, мы работаем. Запрос есть, запрос есть большой, очень большой запрос. Но согласование от железной дороги, ну, мы не получаем. Так что это уже вопрос политики, это вопрос, надо решить министру, надо решить главы правительства нашей в Латвии. Так что мы очень надеемся. И две недели, по-моему, назад мы уже подали какой-то, ну, план действий, что надо делать, чтобы, ну, как-нибудь помочь транзиту, чтобы не вошло все, как, ну, как сказать, ну, как на этот момент есть, чтобы решать эту проблему. Что надо делать, чтобы помочь транзиту? Вот вы как раз об этом заговорили. Ну, знаете, если во время, ну, конечно, с одной стороны нам говорят, ну, это политика России. Да я понимаю, что это политика, мы все умные люди, да, но об этой политике мы знаем сколько лет, сколько зим уже, да, очень давно. О проблеме, что будет снижение грузов, я уже говорю, и наши предприниматели... Минимум года четыре. Ой, как минимум. Мы уже говорили, что надо пересматривать наши прогнозы, пересматривать бюджеты, пересматривать программу инвеститий. Извините, ничего не происходит. Почему? До сих пор. Ну, вот я не могу ответить, потому что логика не отвечает на этот вопрос. Грузопад продолжается, мы до сих пор говорим об электрификации, например. То есть, во-первых, надо пересматривать программу инвестиций, мы не можем себе позволить на этот момент. Грузопадает, мы поднимаем тариф по железной дороге. Это нелогично, это неправильно, это очень хороший такой месседж тоже для наших партнеров. Я уже несколько раз об этом говорю, это серьезно. Для Белоруссии до сих пор грузы из Белоруссии идут в Латвию, и нам надо, ну, как сказать, поддержать, да, чтобы шли тоже в будущее. Но если мы принимаем такие решения и поднимаем вот акцизное тоже на топливо, ну, они же тоже противоприниматели, они считают, смотрят и думают, как лучше, как выгоднее перевезти ту или ту другой груз, вид груза. То есть, я думаю, что, во-первых, я уже говорила, нам надо стратегию транзита, что, ну, для пять лет, вот что мы будем делать с нашими портами, что мы будем делать с нашей железной дорогой. Потому что вся система, железная дорога и наши порты, ну, делались как исторически для грузов из России, для угля и нефти. Вот сегодня грузить что-то другое, ну, как мне говорят, вот Стиви Дори, вы сами виноваты, вам надо ориентироваться, да, ну, других видов грузов. Это так не делается на один шаг, да, там большие инвестиции, нам надо понять, ну, какая будет программа для следующих пять лет, какие грузы. Ну, хорошо, контейнерные, откуда и куда, да, но эта политика, это вопрос государственной политики, чтобы мы, как Стиви Дори, как предприниматели, могли понять и дать такой позитивный месседж для наших рабочих тоже. Они тоже не понимают, ну, хорошо, мы, да, но они тоже спрашивают, а что будет нашим терминалом, если не будет угля. Так что я очень надеюсь, что наш премьер возьмет в руках этот вопрос и держать, как сказать, парус, чтобы решать эту проблему. Если начать проблему решать именно сейчас, из критической точки, вообще, насколько реально что-то повернуть в лучшую сторону, не поздно ли, и сколько нам нужно для того, чтобы развернуть ситуацию и перестать терпеть такие серьезные убытки? Знаете, я очень надеюсь, потому что, если бы я не... ну, если бы мы потеряли, ну, все, тогда, ну, я бы здесь не сидела и об этом не говорила, да. Самое главное, что министр и премьер поняли, что это очень важно на этот момент, чтобы мы все садились у одного стола и поняли, что если вот завтра не будет груза, а что будут тогда дальше, что будет, ну, какое решение, да. На этот момент решение не принимается. Иногда мне кажется, что нас не слышат. Не знаю, почему, но мы будем, как сказать, ну, говорить об этом до сих пор, пока не поймем, что, ну, что-то двигается. А вот почему правительство не слышит? Ведь, казалось бы, ну, говоря простым языком, каждая домохозяйка понимает важность этой отрасли для экономики. И все видят данные, правильно? Все видят, читают различные... И новости из России, что они развивают их порта, все понимают, что уголь и нефтовые продукты уйдут в Россию. Ну, трудно мне ответить. Вот этот вопрос можно задать премьер-министру или министру по транспорту, но на этот момент у меня ответа нет. Ну, все надеются на грузы из Китая. Ну, вот, мы будем реальны. Наша система 25 лет работала на другие виды грузов. У нас система по-другому. И если на этот момент, когда мы говорим с китайцами, мы иранцами и так далее, и так далее, но мы поднимаем тариф, да, у нас нету стратегии, у нас нету, как сказать, ну, что мы предлагаем для партнера, ну, что у вас есть? Ну, вот, у вас есть большой центр логистики, где мы можем там грузить, например, какие-то контейнеры грузы. И сколько? По каким объемам? Сколько это стоит? Это тот вопрос, о котором я говорю тоже почти три года. Единое предложение Латвии, да, у нас три большие порта, мы сами что-то там делаем, а вместе из Латвии вот какое-то предложение для китайцев, мы не видим. Пришел один состав из Китая, ну и что? Ну, очень красиво было, да, очень даже красиво было. Пышная презентация. Презентация, и что дальше? Ну, что дальше? Ну, мы же видим, мы же люди, которые грузят грузы. Ну, если можно так сказать, мы же видим, что ничего не меняется. Мы готовы сотрудничать, мы готовы, мы уже предлагали о том тишина, с другой стороны. Вот на этом я уже ответить не могу. Ну, получается, что эти отношения с Китаем по поводу транзита, они не жизнеспособны, неэффективны? Или все-таки есть надежда на то, что новый шелковый путь наладится? Конечно, ну, конечно, но это очень такая длинная работа. Это не будет не завтра, а завтраком, да. Это очень длинная работа. И если мы смотрим, как развивался наш транзитный путь в Латвии, это где-то, ну, сто лет даже, да, как вот развивалась железная дорога и наши порты. Но мы не можем ожидать, что завтра будет Китай, здесь грузы, и мы будем просто грузить. Над этим надо работать, потому что самое главное, что очень большая конкуренция. И все работают над этим, не только Латвия, и эстонцы, и наши соседи Литва над этим, белорусы, Германия, да, Австрия, все смотрят в том направлении. То есть шелковый путь, мы не одни там. Если бы мы одни были там, ну, тогда хорошо, да. То есть пока на сегодняшний день мы не конкурентоспособны наряду с другими странами. Конечно, мы же смотрим, если так было, тогда было же уже все решено. Но в том же время, ну, я очень надеюсь, что мы способны принимать решение, чтобы, ну, улучшить наши конкурентоспособности, улучшить нашу цену по железной дороге, ну, и предлагать, ну, конкурентоспособный же, ну, транзитный путь до Балтийской моря и так дальше. А как насчет Беларуси? Вот как обстоят наши взаимоотношения в области транзита с этой страной? И почему, ну, как мы знаем, большая часть грузов все-таки проходит через Литву, а не через Латву? Ну, я думаю, что, во-первых, на этот момент у нас очень хорошие отношения с Беларусью, слава богу. Да, так что мы тоже грузим из Новополоцка. Ну, если мы говорим о Венспилском в порту, то нефтовые продукты из Новополоцка. Но, знаете, как мы видим, что неправильные решения очень, или, ну, в каком-то моменте мы видим, что означает неправильные решения. И помните, я уже очень много об этом говорила. Когда было минеральное удобрение из Беларуси, шли через Латвию. Калый парк, Свенспилский порт. Это самый из больших терминалов в мире, понимаете? И мы все это потеряли. Из-за что? Из-за неправильных решений. Из-за того, что у нас просто нечего делать. Вот мы сидим, думаем, надо нам или не надо. А вот посмотрим, что они нам будут предлагать. Но так не принимается нормальный решение. Мы потеряли. Клайпеда грузит. Клайпеда. У белорусов там свой терминал. Они грузят почти 10 миллионов тонн минеральных удобрений. Калый парк в нашем государстве почти пустой. И мы видим, что означает неправильные решения. Ну, слава богу, сегодня хорошая новость о том, что Еврокомиссия приняла решение по поводу участка Ренди Мажетти, что это было неправильное решение. Литовец. Ну, а что нам? Ну, это очень хорошее решение и знак о том, что справедливость существует. Но сколько мы потеряли? Очень много. Хотелось бы еще продолжить разговор о Республике Беларусь. Может быть, планирующийся визит президента этой страны Александра Лукашенко как-то изменит отношения к нашим странам? Да, я очень тоже надеюсь. Потому что все эти движения, участие, визиты, они очень важны для каждой страны. Да, и когда вот был министр транспорта России, господин Соколов, я очень надеялась, что этот разговор будет по поводу тоже угольных грузов в направлении Латвии. Мне до сих пор наш министр не ответил, что они там приняли, какие решения, ну, чтобы понять нам, что дальше делать. Так что очень-очень серьезно тоже нам надо подходить к таким вопросам. Вот если здесь будет президент Беларуси, то нам вместе, министром, мы готовы тоже как предприниматели участвовать. Нам все вместе надо быть готовы, готовы, чтобы улучшить отношения, чтобы грузы шли через Латвию. В начале интервью вы сказали, что нашей отрасли очень тяжело переориентироваться на европейские грузы. Так сложилось исторически, что все же мы заточены были под российский грузопоток, под белорусский тоже. А вот что нужно сделать, что должно поменяться, чтобы все-таки мы смогли принимать европейские грузы? Это связано с инфраструктурой, с какими-то техническими вещами или с чем? То, что я хочу еще сказать, что у Евросоюза до 2030 года очень большие планы по поводу развития морских портов. То есть Лавенспилский порт и Рыжский порт тоже в этом плане. То есть нам надо очень сильно работать в том направлении. Это во-первых. Во-вторых, что надо сделать? Нам надо, я уже говорила, пересматривать наши программы, наши тенденции. То есть нашу портовую программу надо пересматривать, потому что всем понятно, что мы не будем грузить уже 100 миллионов тонн угольных нефтовых продуктов в Латвии. Надо пересматривать ситуацию и перейти в то же, ну как сказать, в голове, перейти на ту ситуацию, что так не будет. Нам надо думать по-другому. Поменять психологию. Конечно, потому что если вот исторический Евросоюзский порт, это специальный порт для минеральных удобрений, для нефтовых продуктов и угля. Ну как мы можем вот сразу, ну там, где было минеральное удобрение, грузить зерно, например? Ну это невозможно. И если даже это возможно, то нам надо понять политику государства, потому что это вопрос инвестиций. Какая будет налоговая политика? Какая политика инвестиций? И так далее, и так далее. Какая цена будет? В конце концов, какая будет цена по железной дороге? И тогда уже мы можем говорить с тем или с другим инвестором, ну идите в Латвию, мы можем наш калый парк переделать и грузить там другие грузы. Не знаю, аквапарк делать, например. Но нам надо понять, куда и почему, и сколько это будет. Ну что же, я думаю, что к теме транзита мы еще не раз будем возвращаться в нашей программе. Мы благодарим нашу гостью Инга Антон и президент Балтийской ассоциации транспорта и логистики была сегодня у нас в гостях.